Приветствую. Так, продолжаем. К сожалению, маяка здесь нету, но вот стрелочка нас куда-то ведет. Давайте посмотрим, куда она нас выведет. Скала дьявола. Это как раз вот по квесту, видимо. Давайте посмотрим. После захода вы даете команде разрешение сойти на берег и отдохнуть. Мастерски исследовать город. Портовый городок старый безлюден, многие дома выглядят необитаемыми. Вам удается отыскать довольно жалко выглядящий магазин. Оказавшись внутри, вы делитесь с его владельцами своими впечатлениями. Недавно прошедший ему сон здесь. Местный магистрат борется с последствиями, не говорит ничего конкретного, не смотря на сомнение у вас на лице. Вы начинаете объяснять, зачем прибыли сюда. Но он обрывает вас, грубо направляя к тому, кто явно будет более благосклонным слушателем. Когда вы приближаетесь к месту своего назначения, двое оборванных уличных мальчишек кидают кусок серого камня в лужу рядом с вами. Буквально секунду из воды идет дым, а затем происходит взрыв, который забрызгивает вам штаны. Дети убегают с восторженными визгами и смехом, а вы замираете под впечатлением от увиденного. Вы подходите к хижине, стоящей особняком от всех остальных. На двери у нее нарисованы какие-то странные символы. Вы на месте. Дверь распахивает старик, борода которого испачкана маслом. Его лицо испещрено множеством мелких шрамов, а один глаз стеклянный. Радужка глаза разрисована довольно грубо. За всю жизнь вам удалось повидать множество морских волков, но этот человек явно самый внушительный из всех. Он явно не любитель официоза, поэтому можно сразу приступать к делу. Вы все-таки охотитесь на весьма экзотического морского зверя, и вам нужно тактическое преимущество перед ним. Вы пытаетесь польстить старику, объясняя, что вас привели сюда его репутации и слава скалы дьявола. Он погружается в воспоминания. При помощи дьявольского камня он занимался ловлей рыбы и исследованиями. Они запечатывали осколки темного камня в смазанной маслом сферический контейнер и заполненный песком. Затем оставалось лишь найти отмель и сбросить контейнер за борт, где вода под давлением, когда он достигал нужной глубины, проникала внутрь и запускала реакцию, приводящую к взрыву. Он показывает руками огромный столб воды. Мы считали удачей, подмигивает он, если рыба падала кому-нибудь прямо на голову. Вы прикидываете, какой объем дьявольского камня понадобится, чтобы поднять на поверхность гиганта вроде Кракена. И приходите к выводу, что в таком случае бомба займет не меньше половины всего корабля. Да, такой вариант трудно назвать приемлемым. Вы когда-нибудь экспериментировали со способами запуска, например, с помощью мортиры? Старик пару секунд молчь смотрит на вас, затем по его морщинистому лицу расползается улыбка. Не нравится твой подход, заявляет он, но нет, мы никогда таким не занимались. Старик роется в карманах и извлекает оттуда маленький камешек. Он кладет его на ровную поверхность большого сундука, берет свечу и медленно проводит туда-сюда пламенем по камню. Вы инстинктивно вздрагиваете и жмуритесь, но он лишь снова усмехается. Трение или тепло не дают никакого эффекта, только вода. Надо будет провести пару испытаний, но спасибо вам. В глазу старика вспыхивает огонек приключений. Он отчаянно хочет поучаствовать в этом эксперименте и добровольно предлагает некоторые припасы со старых добрых времен. Его единственная просьба состоит в том, чтобы он мог сопровождать вас во время испытаний. Вы соглашайтесь, но уже заранее предчувствуете, что придется долго объяснять команде, что нахождение на борту растворимой взрывчатки в целом не так уж и опасно. Так, здесь испытания. Так, и что надо? Испытания заряда. Встать за мортиру, когда все будет готово к стрельбе, найдите прицел на участок моря, чтобы выстрелить туда зарядом с камнем. Ну, давайте попробуем. О, неплохо. От успешного испытания ваш гость пританцовывает в экстазе. Да, эта штука может сработать. Больше припасов. То есть, мне еще тебе нужно Кракена, что ли? Скала дьявола. В пути ваш гость незаметно подходит к вам. То количество дьявольского камня, которое вы хотите использовать, должно быть ваша цель весьма незаурядна, да? Вы колеблитесь, но решайте, что не будет ничего плохого в том, чтобы он узнал правду, если, конечно, поверит вам. Да, мы ведем охоту на Кракена, а он охотится на нас. После долгой паузы старик наконец отвечает. Я прожил долгую жизнь, и большая ее часть прошла на море. Мне доводилось видеть такие вещи, что расскажи я про них, мне бы никто не поверил и засмеяли. Еще одна длительная пауза. Я старый Балин, верю тебе. И будь я молодым Балином, то обязательно бы пошел с тобой на дело, чтобы увидеть все своими глазами. Вы поворачиваете штурвал, и ваша рука вздирается, обнажая татуировки культа. У старика отлично получается сделать вид, что он ничего не заметил, и оставшуюся часть пути до порта вы проводите, не произнеся больше ни слова. Вы размышляете над своими дальнейшими действиями. Необходимо с чего-то начать. Вернувшись в порт, вы готовитесь к отправлению. Балин полон энтузиазма и оказывает вам всю необходимую помощь, осторожно отмеряя и подготавливая нужный объем дьявольского камня, которого будет достаточно, чтобы позаботиться о Кракене. Он демонстрирует вам сферический контейнер, обернутый дополнительными слоями промоченных в масле тряпок. Это поможет сохранить содержимое в безопасности в плохую погоду, но под водой все это должно без труда слезть. Будет не слишком весело, если чертовы штуковины рванут прямо в руках или трюме, да? Ухмыляется он. Команда уже завершает все приготовления, и у вас остается совсем немного времени. Как вы его потратите? Контролировать деятельность, сойти на берег и исследовать порт. Контролировать деятельность. Вы, ваша команда и корабль, нагруженный дьявольским камнем, наконец готовы к отплытию. Балин уже собирается покинуть судно, когда вы останавливаете его, чтобы спросить кое-чего напоследок. Нам нужно как-то загнать Кракена в ограниченное пространство, если мы хотим попасть по нему этими штуками. Направляйтесь в бухту Улмана, отвечает Балин, стирая палецом свой морщинистый нос. Вот, я отмечу ее на вашей карте. Этот залив в форме подковы с очень опасными подводными течениями. Многие китобои загоняли туда свою добычу. Если не будете паниковать, то сможете поймать нужную волну, и тогда даже Кракену не удастся сбежать оттуда. Он торжественно кивает в ответ. Я знаю, что тут замешан чертов культ. И я явно как-то с ним связан, и правда соневаюсь, что вы питаете друг другу теплые чувства. Это ваши дела. Все, что я знаю, они проблемы, и от них попахивает чем-то зловещим. Хорошенько врежьте им и их маленькому питомцу. И, черт возьми, сумейте вернуться назад, чтобы рассказать мне, как все прошло. Так, кстати, что тут... А, у меня денег совершенно нет. Так что, давайте тут карту. Так. Так, используем этот же маневр на них. Так. По их правилам. Типа, с борта, с фигового. Ой, лучше канонировать сюда, а этот отсюда. Там просто четыре пушки у меня. Так. Вот это вот. Парусник. Новый левель. А, он отсюда не достанет вообще. Здесь-то у меня и нету этой. Знаешь, за мортиру пусть встает. А, стоп, это капитан. Так, это капитан. Отлично. Немного напрягает, что мортиру нельзя заранее назначить новый обстрел. Вот этих быстро стреляют. Молодцы. О, а я даже, я даже не могу, да, этот корабль как-то догнать. Почему? У меня скорость, что ли, за нового корабля? Нафиг, я не знала. Или что такое-то? Ну, я его сейчас потоплю, просто расстреляю его и все. Это все, наверное, из-за этой пушки, из-за того, что я не смог это попору сам похерачить. Давай-давай. Ну, много пушек, конечно, сносят намного эффективнее. Теперь уже сближаюсь. Ничего, кроме мусора. Ну, плюс 22. Сюда бы такой мусор попадал совсем. Ну, давайте пограбим немножечко. Провести переговоры. Короче, у них опять порох, блин. Тут прям империя пороха какая-то. Так. Пусть груз отдают. Уровень розыска повышен. Блин, зафигни груз. Из-за рыбы. Продолжен путешествия. Нафиг мне. Рыба нужна. Ну, ладно. Уровень розыска единичку еще я потом смогу сбросить. А вот больше, конечно, не стоит его поднимать. Крысы опять в трюме. Кстати, что тут по квесту? Нету ничего. То есть, мне нужно на следующую карту или что? Жители скалы дьявола рассказывали про рыбалку с использованием местного странного металла, который обретает взрывоопасность при попадании в воду. Так. Так. Ну, короче, они тут рыбачат с помощью взрыва. Ой. Даже не успел посмотреть, что я поражал. Я же матч туда купил более крутую, поэтому, мне кажется, у меня обзор получше стал. Ну, денег все равно ничтожно. Мало, конечно. О, эти ктулхуистые. Тоже меня ищут. Так, ворота уже открылись. Но я вверх еще не исследовал. Я бы хотел вверх исследовать. Вдруг тут что-нибудь есть такое интересненькое. О, второго уровня уже розыск, кто хуистами. Сейчас посмотрим. Опа. Сейчас мы с вами... Ух ты, какие они... Агрессивные. Господа. Ух ты. Успел я вовремя... Ух ты, а не... Да ладно. Нифига себе. Меня решили штурмом взять? Охранили что-ли? Я вам сейчас, блин, покажу. Куда? Куда? Смотри, какая падла. Смотрите, какая падла. Короче, сами на меня... Навыеживались. И еще это начали... Ой-ой-ой. Все, победил. Вообще, такие деловые. О, уровень розыск понижен. Я спас чуваков. Отлично. Где-то теряешь, где-то находишь. Ну все, я плыву к выходу. Главное, что меня кто хуисты... До этого не перехватили. Было бы круто, конечно, в порт бы еще... Заглянуть. А, ладно, хер с ним. Тут уже не до этого. Тут сейчас начнется с к толку всякая эта херня. Так, ну цель у меня вот там, только... Грозные ветра. Ваши мачты зловичьи скрипеть. Особо сильные порывы ветра могут активировать в бою проверку на устойчивость. Провалите ее, и ваша команда будет сбита с ног на палбу, а кое-кого может даже выбросить за борт. Если окажетесь в самом эпицентре шторма, то он повредит ваши мачты. Кстати, надо, да, будет почаще здесь. Так, у меня же есть эта автовытягивалка из воды, как она называется. Да, автолебедка. Шикарно. Готовьтесь их встречать. Ну и кому мне стрелять по мачте? А сколько у меня человек? Два, два, шесть. Еще одного из мачты. О, шикарный. Вманкулил. Что за фигня? Как прожал проверку. А, типа порывы ветра. Ой, у меня совсем это... Мачты расхерачили они мне. Нужно ремонтировать вдвоем, то бы быстрее будет. Так, и вот эти тогда пусть вот эту вот хрень чинит. Все, починили. Что, опять мне снесли мать? А, это ветер, короче, постоянно мне срывает. Вообще. Я им причем обстреливаю и все никак не могу обстрелять, что ли, до нормального состояния. Но у них сейчас корабль разнесу просто. Просто сейчас будет разнос корабля нафиг. Так, ну и что, нельзя сблизиться еще? Опять, да. Ну блин. Опа. Все, 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 не стр... Они что, меня застопорили? Подожди, бежи, бежи. Не стрелять, не стрелять. Все, на заход. Как в бригаде. Музыка, как в бригаде. Похоже. Че за фигня? Почему мою команду? А, держаться всем. Мне еще не хватало, чтобы меня сейчас при абордаже избили. Так, кого? Вот этого вот убивают? Все, победа. Плюс 38. Тяжело деньги зарабатывать. О, маяк есть. О, и ремонт корабля. Да, блин, опять я не успел посмотреть, что там мне предлагали. Слишком резкий. Торговля. Да не хочу я. Мне деньги важнее. На деньги-то я все смогу купить. Так, а, стоп, стоп, стоп. Так, пауза. Куда мне плыть? Так, там пираты. Значит, я смогу там отмыть репутацию. Значит, до этого... Можно кого-нибудь грабануть. И там я смогу отмыть репутацию. Давайте вот здесь. Тут, скорее всего, придет с ктулхуистами. Мне все-таки где-то повоевать, потому что... Наверное, не успею все. Что за... Вот дают. Чтобы понять... А, это типа по орудиям я стреляю. Да, или где? Вот понять, почему тут стрелять. Давайте по орудиям. Может, реально орудия. Это все по мачте, по управлению. Давайте по орудиям. Орудиями по орудиям. Попробую просто. Опять. Почему мне мачту сносят, а им нет? Помните, есть идеи? О, я им... А, им тоже мачту с ней сломан. Опа. Сближаемся, сближаемся. Отлично. В атаку. Сказал держаться. О, кого-то из ихних, кстати, это сбросило. Ну все, им пипец чувака оторвало. Я прям злостный абордажник. Что-то они тоже захотят на сближение, да? Мортиры какие-то. Что же хотят меня штурмом взять? Ух ты, три. Вот этот у них прокачанный капитан. О-о-о. Райс! Убежаться. Тихо-тихо, мне снесло этот парус. Им тоже, кстати, парус сносит. Ну хорошо хоть... Хорошо хоть по ровну. О, паруса в норме. Отлично. Так, на капитана двое. А вот на эту. Этот на медика, а капитан на канонируем. Ну, лались. Все, я поражал, чтобы держались, так что... Давай-давай. Шикарный. Шикарный. Так, а вот эту крепость я не могу заштурмовать? Нет, не могу. Так. А, вот тот зато форт я могу взять. Ценный груз, а это что у нас тут? Какая-то... Так. Какие-то крысы у меня, блин, завелись. Так, ну, давайте тут тогда ограбим фортик, а потом на пиратах отмоем. Надеюсь, только форт меня не разнесет раньше. Кстати, да, вот этого надо заморкировать. Не хило так. Впадание мега-мортиры. Ой. Блин, сейчас мне еще не хватало, чтобы капитана... Избили. Давайте обстреливать его. Надо пушек реально больше понаставить. По крайней мере, хотя бы даже пусть они с удобной только стороны будут. Блин, ветер вообще все планы мешает. После такого надо в порту ремонтироваться. Ремонтироваться долго придется. Да, потрепал он меня знатно. Да, еще бы один человек в команде был бы супер. За мортирку. Надо канонера. Канонер. Всем держаться. Только одну пушку, кстати, я им практически снесу. Ой, жестко. Давай, давай, хиляй быстрей. Ох ты. Жестко, жестко. Жестко мне приходится. Очень жестко. Так, держаться всем. Что, я проигрываю, что ли? Только не говорите, что они меня сейчас потопят. Это вообще бред. Полный бред. Так. Это полный бред. То есть я не уйти не могу вообще ничего не могу сделать. То есть я сейчас чуть лучше проиграю. Я просто понять не могу, какого хера этот порт, он что бессмертный или что? Сколько можно? А? Почему меня, блин, сносят? Сраные мудилы. Держитесь крепче. А им не надо держаться крепче, этим мудакам? Мне только нужно держаться крепче. Кто-нибудь может по стыдрис? И они причем отрегенились полностью, лол. Они, то есть, остальные пушки даже отрегенили. Временная остановка восстанавливается. все я проиграл круто ну во первых погода во вторых как какая-то имбалансная вообще херня не здорово меня топят пиздец пардон конечно но я не знаю почему я не смог этот форт взять чем он отличался от остальных только в чем у меня корабль уже круче ну жесть полная жесть опять как мне можно было определить что я не смогу этот порт взять почему меня не было возможности удрать оттуда так у меня уже глюки все что ли game over наконец вы вернулись единая лона вместе как один охренеть выходите в игру продолжить с момента последнего ваше сохранение ну-ка сохранение это где я буду надеюсь на этой карте просто сохранение будет так посетите великую библиотеку land flow только не говорите мне это хардкор на жизнь нет я пожалуй возьму пока перерывчик